Крошки мои, хочу поделиться с вами. Ну что, найдёшь еду для Аэротрона? Всем доброе утро! И вот сегодня будет мастер-класс. И накрыть крышечкой. Таня! Это что? Короче говоря, мы дома. Доброго утречка! Точнее дня, мои хорошие. Я проснулась. Утро моё начинается с того, что я выпила чашечку кофе. Позавтракала крабовым салатиком, который вчера сделала. Сейчас выложила видео, которое нужно. И сегодня вечером приедет мама. Она сегодня с Настюшей, с племяшкой. Вечером родители заберут её. И мама приедет ко мне и уже уложит сына спать. А я могу вот суббота вечер куда-нибудь пойти, как-то отдохнуть. И воскресенье ещё будет моё. Воскресенье вечер. Вообще, я давно хотела сходить в какой-то театр. Но мама поздно, наверное, приедет уже часам к восьми. И я боюсь, что уже все спектакли позакрываются. В общем, надо посмотреть. На сегодня, на вечер, на завтра, на вечер. Что вообще есть. Куда можно будет сходить. Такие планы у меня. Ну что, найдёшь еду для Аратрона или рыбу, от которой ему самому надо спрятаться? Акула. Рыбу, от которой самому надо спрятаться. Отлично. Дэнка тянется к своей новой игрушке. Смотрите, девчонки, у нас появился вот такой классный кубик. Блин, настолько простая и увлекательная игра. Я Дэнни только дала, он уже всё хочет играть, скорее всего. Смотрите, это обалденная вещь, чтобы ребёнок развивался сам. Причём развивался именно поэтапно, с интересом, короче, с игрой. Мне очень понравилось. Кубик этот не нужно ни к чему подключать. Он просто вот включается здесь, да. У него вот такая кнопка считывания идёт. И в комплект входят карточки разные. Вот я взяла один набор математика, идёт целый курс. И, кстати, по этому кубику можно заниматься курсом не только математика, а многие другие, например, английский. Ну, короче, там много всего есть. Я вот выбрала математика у нас вот такая есть, да. Видите? Считаем до трёх цифр, считаем до шести фруктов и так далее, так далее, так далее. Идёт вот такая, смотрите, игра про животных. Здесь ещё в комплект входят карточки. Есть деревянный вот такой планшетик. Мы кладём сюда карточку, да. И теперь наш кубик просто прикладываем. Отлично! Расскажу, как играть. Расскажу. Сначала приложи кубик маленьким карточкам, чтобы услышать рассказы о животных. А если хочешь послушать задание от Николая Николаевича, приложи кубик к одному из животных на большой карточке. Верблюды, наверное, самые выносливые животные в мире. В общем, здесь рассказывается про каждого животного. Потом можно выбрать задание, например. Давай поиграем. Помоги мне найти зверей, которые едят мясо. И так же, как у меня мальчик, да, транспорт. Это всегда их увлекает. Я взяла вот карточки. Две вот такие вот. Часть первая, часть вторая. И ещё вот такие вот большой барьерный риф. Тоже наборчик такой из двух карточек состоит. Это австралийская куба-медуза. Смотри, её почти не видно в воде. После того, как рассказал кубик об этой медузе, он даёт в конце задание. Как вы уже слышали, карточки для животных, их озвучивает Николай Дроздов. А карточки, например, с динозаврами, их озвучивает палеонтолог. Вот что мне нравится в этой развивашке, тем, что ребёнок самостоятельно может развиваться. И ему нравится всё. Там очень подробно, профессионально всё описывается, рассказывается с интересом. Вот, и этот кубик – это не просто игрушка какая-то, да, а реально может развивать ребёнка по разным темам и разным направлениям. То есть можно купить кубик такой в наборе и дополнительно ещё к нему покупать разные карточки. Вот, например, я взяла сказки специально для того, чтобы вечером не читать, потому что мне, например, вот не каев читать, честно. Я настолько устаю, что для меня чтение – это уже тяжёлый труд. Я бы сама такая, что сказку какую-нибудь с удовольствием послушала, тем более сказки Пушкина и другие. Вот, поэтому на ночь мы уже будем слушать вот такие сказки. И, как вы знаете, детей вот маленьких, особенно дошкольного возраста, очень сложно вообще чем-то увлечь, чтобы они, ну, занимались, да, прям вот развитие, там, ещё что-то. Это должно быть увлекательно. А здесь очень классно, что вот он сам вот реально сидит, занимается, и мне даже, честно говоря, не пришлось его уговаривать, идти, позаниматься и так далее. Вот он сам всё делает. Развивашки и игры есть там для разных возрастов. И под своего ребёнка конкретно можно выбрать любую развивашку или любую игру. Вот этот кубик, он работает два часа без подзарядки. И я понимаю, что два часа у меня просто теперь. Я могу пойти снять видео, могу приготовить ужин, могу поубираться в квартире. Тебе нравится? Внимательно так. И я знаю, что это не просто он там играет, да, а реально, блин, там умные вещи рассказывают. Самое интересное, что в этом возрасте Денька повторяет практически всё, что ему говорят, что он слышит. Даже когда я снимаю, бывает в ТикТоке что-то, он потом эту песню ходит и весь вечер поёт. Поэтому мне нравится, что здесь, ну, профессиональная озвучка, да, правильные слова, хорошие знания. И всё это он будет просто повторять потом. Класс. В общем, кому интересно, вот, сможете пройти по ссылке, которую я оставлю под видео, и посмотреть вообще подробнее, почитать, что вообще есть за наборы, какие отдельно наборы можно дополнять и брать. Можно набором взять, можно отдельно всё брать. В общем, кто так задумывается о том, чтобы увлечь ребёнка с пользой и увлекательно, я думаю, это самое то. А теперь прикладывай кубик к сказке, которая тебе по душе. Вот они сказки, все выбирай. Какую сказку будем слушать? Сказка о папе и о родственнике его болт. Ну что, мои хорошие, мы уже собрались. Сегодня у меня многослойка. Я прям хотела одеть вот эту курточку, но мне было бы в ней холодно. Я одела под низ такую курточку. Курточка на курточке. Многослойку я люблю. Одно снял, переодел и так далее. Вот такой вот мой образ сегодня. Хотя, что-нибудь серенькое я бы сюда, конечно. Но у меня нет такой серенькой. Так, деньки ещё нужно одеть. Короче, мы выходим на почту, в магазин, то всё. Короче, там всё, что голова такая. Сейчас, приду в себя, включусь. Всем привет! Мы вернулись. В общем, вечер я решила провести так. Я заказала роллы. Им позвонила Люсе, она роллы как раз съела. Думаю, блин, надо роллы заказать. Вообще, я их люблю, конечно, очень. В общем, кучу всего заказала. Две порции сладких заказала, моих любимых. Чука, салат, мясо, суп заказала. И горячие две порции. Вот здесь румяны, мои любимые, и аяши. Сейчас я поем. Начну, наверное, с мясо. Сегодня будет ещё бой долгожданный. Буду смотреть, болеть. Сейчас смотрю танцы. Короче, мой ум наслаждается любимыми телешоу, передачи. Да? И кушает вкусную еду. Короче, так решили вечер провести. Мама себя плохо чувствует. Она сегодня сказала, не придёт. Но, возможно, завтра придёт, если буду лучше себя чувствовать. Поэтому развлекаюсь, как могу. Всем доброе утро! Всем доброе утро! А смотрите, кто к нам в гости приехал. Мамычули! И кофе попить. И кофе попить. Мамуль, ну расскажи в двух словах, как у тебя дела-то. Как дела? Я рассказываю всегда на канале. Заходите на мой канал. Я там рассказываю подробно. Ты, кстати, как часто видосы выпускаешь сейчас? Регулярно? Я стараюсь через день. Это редкий случай, когда у меня может быть через два, там, по каким-то причинам. Ну, пока вот этот месяц, вот, ну, предыдущий тоже. Я стараюсь через день выкладываю. То есть я себе дала такую задачу. У меня есть определённая планка, которую я стараюсь не снижать. Что у тебя интересненького, новенького на канале? Ты худеешь, там, пилету? Нет, я сейчас не худею. Я, в общем-то, ем как... Я, знаете как, вот я ем. Я стараюсь всё-таки в основном придерживаться правильного питания. Если вот у меня, допустим, вот был выбор вчера или позавчера я готовила. У меня была курочка-филе и, допустим, там, картошка или что. И был у меня выбор, либо это сделать жареную картошку, там, с курицей, либо что. Потом я вспомнила, я могу это сделать на пару. Я сделала на пару, поела это всё на пару. Потом ты вспомнила, я же на ПП сделаю на пару. Нет, я не на ПП. Сделаю на пару. Я просто, вот когда у меня есть выбор, если мне не принципиально, вот прям жареная хочу картошки, больше ничего. Да, если не принципиально, то я стараюсь сделать какое-то щадящее приготовление. Я не могу сказать, что я прям ем. Именно из-за приготовления очень многое зависит. Потому что я не могу сказать, что я прям ем, прям сильно, такую вредную пищу, жирную, там, какую-то или что. Да, я стараюсь, я покупаю мясо, там, без жира, ну, мякоть, допустим, или что-то. А вот именно от процесса приготовления многое зависит. Либо я готовлю это в щадящем режиме, там, с наименьшим количеством масла, там, меньше жареного что-то. Если мне не принципиально, а прям так хочется, хочется, да, чего-то, то я могу щадяще это всё приготовить. В общем, ты продолжаешь вкусняшки готовить на своём канале, да? Вкусняшки готовлю редко, но вот так как у меня внучка была, вот вчера, позавчера была внучка. Естественно, мне хотелось для ребёнка приготовить что-то. В прошлый раз запеканку мы с ней делали вместе. В этот раз я хотела сначала вместе с ней сделать шародку с грушей, но по времени у нас не получалось, поэтому я это сделала без неё, но для неё, чтобы ребёнок пришёл, пирог вкусный покушал. Ай-то бабуля! И сама же, конечно же, прикладываюсь. Ай-то заботушка! Ну да. В общем, девочки, ссылочку на мамин канал оставлю под видео. Что, не туда снимаю? Не туда, куда-то. Ребёнок косит рука, да? Это. Это она. Ай-то, боже мой, тоже смешаный моему. Обезьянка. В общем, ссылку на маму оставлю под видео. Обязательно проходите, посмотрите, как живёт нынче молодёжь наша. Всем привет! Доброе утро! Не здоровалась? А, нет, я же показывала маму свою, да? Да, я просто дома там у меня такой бардак. Кучу всего надо это поснимать. На входе стояла и не стала там дома снимать. Короче, решила найти тут побольше какое-то место, чтобы показать вам мой любимый образ. Я надеюсь, это видно, да? То есть кроссы. Я уже знаю, почему я их купила, потому что я возвращаюсь к своему стилю, да? Кроссы мои любимые, спортивные штаны. Сейчас люди пройдут. Вот, спортивные штаны. Это вообще моя любимая одежда. И я люблю вот такие спортивные штаны, чтобы они были серые, неброские. Что-то там внизу можно, чтобы было написано, да? Я ещё хочу таких себе купить. Они сейчас у меня такие с лёгким начосиком внутри, потому что прохладно немного. Хотя я вышла сейчас. Было прохладно, да? Я одела вообще футболку. И хочу одеть пальто. Я понимаю, что футболка и пальто, это, наверное, будет мне холодно. Вечером точно будет холодно. Вот у меня. Вот здесь футболочка, да? Вот. Короче, вот она, многослойка. Вот они её плюсы. Сейчас я вышла жарко. Я сейчас сниму вот эту кофточку и просто буду в пальтишке. Будет холодно, одену пальтишко. То есть одену курточку вот эту вот тоненькую. И будет всё супер. Короче, мой любимый образ. Кайфую. Ну, как видите, сняла я курточку нижнюю, да? Чувствую, я это пальто буду стирать очень часто. Надо будет ещё приноровиться как-то его стирать, потому что всё время в химчистку отдавать. Оно практически белое. То есть серый такой, светлый, практически белый. Но оно реально очень кайфово, очень меня освежает. Прям очень мне нравится и длина, и фасончик, и прям идеальное, честно говоря, пальто. Я очень рада, что тогда я его купила в Москве. Вот. Так, ну а сейчас у меня планы по магазинам походить, пошататься, что-нибудь вкусненькое попить, поесть. В общем, мой день. Мой день. Я не должна его просто так профукать как-то. Хотите, поделюсь своей романтикой в машине? Пожалуйста. Смотрю сериал «Дело». Это уже третий сезон, первая серия. Вот здесь у меня наггетсы. Вот там у меня соус кисло-сладкий и сырный. Тут у меня кола, там у меня еще пирожок вишневый. Хожу по магазинам, проголодалась, вот села в машину. Так как у нас все сейчас позакрывали, надо есть в машине. Все столики закрыты. Вот. Ну и я, как вам и говорила, я люблю есть и что-то смотреть. И я без этого никак. Поэтому я продолжаю сериал смотреть, который не досмотрела. Потом дальше поеду. Вообще, сегодняшний вечер это будет мастер-класс. Мастер-класс для тех, кто думает, чем себя развлечь, не жалея на себя денег. И когда все подруги заняты, никто не может составить себе компанию. Вот просто ты одна, тупо, да? И часто не хочется. Не знаю, как бы у меня такое, мне всегда хочется с кем-то куда-то ходить, да? Но в последнее время, я вам уже говорила, часто такое случается, что никто не может мне составить компанию. И вот сегодня будет мастер-класс по тому, как себя развлечь. С чего я начала? Сначала я, конечно же, днем, чтобы не просто, знаете, протрундекать весь день. Я, конечно же, сделала сначала дела. То есть я ответила там на все письма. Я сняла два видео для вас на канал, да? Там оформила то, что нужно оформить. И все. Нарядилась в удобнейшую для меня одежду. Самое главное, чтобы это вот одежда, в которой вы бы себя чувствовали хорошо и выглядели хорошо. И чувствовали хорошо, и выглядели хорошо. Вот я сейчас снова ищу свой стиль. Больше своего стиля хочу привнести. И плевала я на то, что там модно, не модно, нравится, не нравится. Ищем свой стиль. Все, все, все. Я вот хочу носить то, что мне нравится, короче. Мне плевать. Но, конечно, я не буду антитренды конкретные носить. Это хороший урок. То, что у меня была работа со стилистом. То есть я, конечно, буду придерживаться всего этого. Но я прям поняла, что... Я просто поняла, что мой стиль, девочки, это спортивный. Вот спортивный. И вот он, знаете, классика спортивный. Вот я люблю. Я люблю кроссовки. Я люблю ботинки. Грубые люблю ботинки. Я люблю какие-то пайетки, шипы. Вот это вот все. Чтобы этого немного было. Но где-то вот был какой-то акцентик. Немножечко какого-то... Знаете, какой-то развязности. Вот эта малогослойность. Захотел так одел, захотел, захотел всяк одел. Я знаю, какие мои любимые цвета. Знаю, какие мои любимые фасоны. Знаю теперь, что брать, если я буду брать что-то дорогое. Я знаю, что брать, чтобы это было не на один год, а может даже на десятилетие. То есть я знаю, какие-то базовые наряды. И в общем вот все. Но я точно поняла, что спорт мое. Мне просто нужен обалденный костюм. Не один, да, прям хороший, дорогой. И обалденная обувь удобная. Это чаще всего кроссовки. Вот, и все. Дутая какая-то с капюшоном, жопу закрывающая куртка. Тоже она должна быть какая-нибудь хорошая. Вот. Цвета. У меня практически все есть уже. Мне вот как раз таки не хватает сейчас спортивного костюма. Я сейчас в поисках спортивного костюма на самом деле. Вот. Обувь вся есть уже, которая мне нравится. И вот таки, и вот таки. Чем мы занимаемся сегодня? Сегодня вот мы ходим по магазинам в удобной одежде. Прекрасно выглядим, прекрасно себя чувствуем. Вот. А в один магазин заехала в торговый центр. В другой торговый центр. Проголодалась. Села в машине, покушала. Вот. Далее, что я собираюсь делать? Еду в другой торговый центр. В третий, да. Пройдусь там по магазинам уже. Больше, наверное, двигать никуда не буду. И думаю, еще, если не закроется, я схожу в спа-салон. Я так удобно одета и так минимум накрашена, что у меня и уже голова не совсем свежая. И я думаю, что можно и голову намочить. Я бы попарилась и поплавала. Только, блин, купальник. Надо посмотреть, есть ли купальник у меня в машине, в багажнике. У меня же спасательные круги валяются. Может, и купальник валяется. Но если не туда, то в кино. Тоже хорошо. Вот такой вот мастер-класс. И я думаю, я буду сегодня удовлетворенная вечером. Смотрите, какой красивый ночной Ростов у нас. Я сейчас еду в торговый центр Мегамаг. Вот. Пересекаю мост с Ростова. Мост и туда, в сторону Батайска. Красиво невозможно. И, кстати, спа находится на левом берегу Дона. Я вообще подумала, что, может быть, я даже куплю купальник, если сейчас его нет в багажнике. Сейчас перед выходом я прям гляну. Должен быть купальник. Он всегда у меня там на всякий случай валяется в багажнике. А потом вы спрашиваете, может быть, а зачем? Зачем тебе стиль спасательный круг? Это купальник? Да вот такая я спонтанная, блин. Ну так еду, еду с ребенком и думаю, а поехали в бассейн. Надо, кстати, съездить в бассейн с Денькой, может быть, в понедельник. Посмотреть надо будет, что там у них вообще не закрылись они еще. Там народу немного будет в понедельник. Самый кайф. В басике поплавать с Денечкой. Третий торговый центр. Я решила уже вам начать снимать. Короче, сейчас я хочу зайти здесь походить по магазинам. В H&M, по-моему, там были спортивные костюмы прикольненькие. И еще тут есть спортивный магазин. Короче, полазим по спортивкам. Что-то проблема это на самом деле купить хороший прям костюм, знаете. Последний раз я взяла в Рибаке, который костюм я вам показывала. Там со скидками он вышел. Так он десятку стоил, я его со скидками купила. Обалдеть, я его два раза одела, он уже в катышках. Это пипец. Так что надо чудо качественное нам, клевенькое. Так, следующая инструкция. Я уже не успеваю в спа, поэтому я решила пойти в кино. Я приехала обратно с Мега-мага обратно в горизонт, потому что я люблю горизонт. Мне здесь нравится, я здесь себя чувствую комфортно, уютно. Взяла себе билет в вип-зал обязательно, чтобы почувствовать себя хорошо. Взяла себе билет на фильм «Довод». Не знаю, что за фильм «Довод» прочитала. Ну, какая-то фантастика, триллер, все дела. Ожиданий никаких абсолютно. Надеюсь, мне понравится. Пойду быстро куплю попкорн. Пола есть уже, с Макдональдса еще осталось. И бегом в кинотеатр. Сейчас уже 2.15, ровно в 2.15 начало. Ну, еще здесь мы прикладываем. Купила попкорн, дали влажную салфетку. Любимый мой попкорн, карамельный. В горизонте самый лучший. Сейчас иду, здесь своя гардеробная. Надеюсь, она работает. Так, и еще здесь можно кушать, если я проголодаюсь. Вот если ко мне кто-то приедет или кто-то будет в Ростове, обязательно приезжайте в наш горизонт, в ВИП. Именно в ВИП. Здесь вот все продумано до мелочей. Посмотрите, здесь столики совершенно другие. Туалет, другое обслуживание. Все, короче, совсем другое. И залы обалденные. Ой, посмотрела фильм, тут так пригрелась. Сейчас выйду, расскажу вам. А, я еще забыла сказать, что нужно посмотреть фильм в хорошем качестве. Я смотрела в качестве 4К. Короче, фильм мне понравился на самом деле. Давно я не смотрела такие круто закрученные сюжеты. Ну, прям нет такого, чтобы я не рекомендовала его. Прям даже наоборот. Прям даже сейчас любимый говорит, посмотришь, скажешь, расскажешь мне. Ну, интересно посмотреть. Реально круто закрученный сюжет. Кто любит, знаете, такие боевички. И еще с каким-то, знаешь, там, спасением мира, там, все дела. И с таким вот именно круто закрученным сюжетом. Но это не простой сюжет. Он такой вот прям, я сижу, напрягаю мозг, пытаюсь понять, о чем вообще речь. Ну, и в конце, типа, развязка. В общем, интересно. И главное, очень красивый фильм, очень красивые кадры, нереальные просто. В общем, можно посмотреть. В общем, я довольна, я счастлива. Я отдохнула. Вот, вон моя машина стоит, одинокая, на парковке. Вы понимаете? Никого нет, просто никого нет на парковке, одна моя машина стоит. Точнее, не моя, а мамина. А я счастливая, довольная. Знаете, на самом деле, я замечаю, что вот думаешь, да не кайф в кино одно идти. Вот уже какой раз? Я не первый раз, на самом деле, выхожу в кино одна. И думаю, блин, да не кайф, блин, одно идти, кайф с кем-то там, потрещать. Да ни хрена. Ты все равно выходишь, вот после фильма я всегда выхожу счастливая. Думаю, молодец, что пошла. А так, знаешь, не хотела, не хотела. Круто же бы, круто же бы. А время, время, кстати, знаете сколько? Начало второго. Вот я тусую вот так отдыхаю, начало второго. Сейчас, наверное, буду ехать уже домой, что я не хочу нигде тусить, больше ничего делать. По дороге позвоню Татьяне нашей, Тане. Ну, знаю, она там сегодня убирала, стирала, окна мыла, готовила. Что она там еще делала, видео снимала, монтировала, потом ногтями решила заняться. Думаю, да е-маю. Нет, я сегодня отдыхаю. Так что день посвятила, хорошо, хорошо день провела, хорошо, мне нравится. А вот эта идея, кстати, пойти в спа, мне прям очень-очень-очень жалко, когда с ребенком нельзя пойти. Вот. Но можно пойти в бассейн. Тут же, кстати, в H2O. Надо узнать. Что, как? Завтра понедельник? Хотя завтра рабочий день. У меня всегда понедельник, почему-то я рабочий день. Хотя я могу себе рабочие дни придумывать в любой день, да? Подгадывать. Ну, как-то вот я в ногу со всеми хочется, да? Вот у всех выходные, и я как бы хочу разделять со всеми выходные. Хотя сейчас в торговых центрах я смотрю, что очень мало народу. В воскресенье такого не было. Кинотеатры всегда много людей. В торговых центрах тоже много. А сейчас вот, видимо, все это потихоньку закрывает. Я живая, спать хочу. Все, поехала, короче. Ну что, мои хорошие, всем доброго дня, доброго утра. Время половины первого. Я уже смонтировала видео, опубликовала два видео на два моих канала. Накормила ребенка, сама покушала. У меня осталось кофе на одну кружку, поэтому сейчас пол первого, и я уже выезжаю. У нас цель объехать три торговых центра. Вот, и первый у нас будет горизонт, второй у нас будет золотой Вавилон, или золотая Вавилония, точнее, это рядом там. И потом мы поедем в Мега-Оксай, туда я еще в Леруа хочу заехать. Опять же, у меня голова полна всего, куда я хочу, но ноги мои не бесконечно сильные. Они имеют свойство терять энергию, и все, и под конец такая, все, голове уже, ноги мои говорят голове, успокойся, Селена, домой. Вот, мы с Денечкой, да, помаши все. Нет, не с тобой. Ну ладно, не хочешь, не надо. Он не в настроении, мультики отобрала мамой, все, скажи, да, что такое. Ну что, мы сейчас на машинке поедем кататься? Я тебе там что-нибудь куплю прикольного. Заехали в Love Republic. Короче, девочки, ищу себе вот такой костюмчик. Вот прям брюки зачетные. Такой серый, можно посветлее серый. Стоит 2,790 брючки. Но, блин, я хочу точно такую же кофточку, толстовочку, чтобы у нее не было... Вот такая была бы классная, но только чтобы не было этого узора, и не было сильно высокой горловины. Вот эта 2,999 стоит. Так вот, в принципе, кайфовый костюм. Зашла в Бершку. Там обалденный костюм. Ну, блин, у него вот эта штука короткая. Короткая, вот такая прям. Ну, это вообще, то есть у меня штаны идут на талии, и даже видно все. Это пузо вот это. Ну, короче, это молодежное больше не мое. Мне нужно вниз. Зашла в Зарину. В Зарине было. Но там очень высокая горловина. Там и цена хорошая. Вроде бы и девочка говорит, у нее такой же костюм есть, она там носит его. Но там высокая горловина. Я прям... Он колючий немножечко, да? И прям мне дискомфортно. А вот по ткани в Бершке идеальный костюм. Вот у кого животика нет, у кого плоский животик, вообще очень крутой костюм. Там они серые. А, нет, серые. Только я серые только увидела как раз цветы, которые мне нужны. Короче, идем дальше. Зашла, короче, давно хотела вот это вот примерить Бершку. Ну, вот все в ней хорошо. Но она блестит. Мне вот это не нравится. Ладно, едем во второй торговый центр. Во втором торговом центре там есть магазинчик. Так, тоже хочу посмотреть костюмчики вот эти вот, да? Пока не нашла идеальный для себя. Хотя зашла сейчас в Культ Товары. Там какой-то черненький со скидочкой был костюмчик какой-то итальянского какого-то дизайнера. Вроде бы он должен был ничего, но что-то он вот капризничать начал. Я его даже не померила. Хотя там парень продавец был, он говорит, обалделый сидит. И он один. Возможно, я за ним еще сюда специально вернусь, если не найду. Но он черный, а я вообще серый еще. Вообще, мне было хорошо и черный, и серый, и бежевый. Вот, три костюма таких по кайфу было бы. Вот, но у них был только черный. В общем, едем дальше во второй торговый центр. Что там нас ждет? Интересно. В общем, приехали в третий торговый центр, да? Нет, во второй, да. Ничего здесь я не нашла. Мы здесь просто покушали. И сейчас едем в Мегу, наверное. В Страдивариусе нашла костюм классный. Но, опять же, смотрите, короткий. Это элька. И элька короткая. И я смотрю, что много где развешано все по отдельности. Низ и верх. И, конечно, вот видите, брюк много, а верх разбирают. Короче говоря, вот мне нравится эта ткань. Брюки стоят 2000, и кофточка тоже стоит 2000. Это вообще самая низкая цена, я вам скажу. Я не знаю, как она... А, даже вот кофточка 1799. Не знаю, как хорошо она носится. Вот мне нравится именно вот эта ткань. Вот такое я ищу, блин. И никак не могу найти. Посмотрите в Леруа какого цвета полочки. Трендового. Ну, правда, ну классный цвет. Я вас замучила уже, да? Ну, а мне по приколу. Тренды, 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 тренды. Короче, приехала за землей, ни одного человека здесь нет. Я не пойму, какую землю брать, какой грунт. Никого нет, с кем проконсультироваться. Ну что, мои хорошие, я скупилась так скупилась. Короче, нашла в итоге я костюмы. Нашла. Купила сразу два. Два одинаковых разных оттенков. Ну, очень приближенные. Не знаю, сейчас буду смотреть. Там еще был третья, расцветка была. Сейчас я приду, хочу перебрать все свои вещи дома. Зимние достать. И посмотреть вообще, что у меня есть, что под что я буду носить. У меня вариантов не будет много, как прошлой зимой, что я с ума сходила, не знала, что мне одеть. У меня будет вот висеть, прям вот, вот, вот. Бери вот из этого, что хочешь. И все, оно сочетаться будет. Вот, а все остальное, короче, вообще надо собрать и пораздавать. Вот, и купила авиатор себе, на мой взгляд, самую удобную из всех вообще магазинов, в которые я заходила. А поверьте, я их много куда заходила, все поперемерила, еще и цена-качество. В общем, покажу вам все в отдельном видео с покупками. Ой, мои хорошие, ну иди, 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 целовать буду. В общем, мои хорошие, пришли мы домой, купила я грунт, купила удобрения для своих цветочков. Целый день шлялись, прекрасно время проводили. Мамочка! Что, солнышко? Почем! Выключай водичку, зая, вытирай ручки. Так, покажу вам то, что в отдельных видео показывать не буду. Купила грунт вот такой для декоративно-лиственных премиум. Короче, я подошла, говорю, посоветуйте мне то-то-то. Она такая, вам, у вас что? Начала спрашивать, что у вас за растение. Я говорю, да я название не знаю, что-то цветущее, не цветущее. Короче, говорит, чтобы вы не заморачивались, вот такое возьмите. Это для всех не цветущих. Ну, универсальное такое средство для всех не цветущих. И, что я в контате была, вот, в контате взяла вот что. А, господи, еще вот удобрение, это я положила просто в пакетик. Вот такой аэрозоль, там можно было смешивать. Я говорю, а есть что-нибудь не смешивать, чтобы просто вот нажать на кнопку. Здесь так и написано, просто нажми на кнопку, прям для меня. Удобрение, короче. Вот, в контате. Так, это я взяла молочко, соевое, потому что не дошла до ленты. И, как бы, ну, беру байт тогда. 320 рублей, девочки, стоит. Обалдеть. Это у нас на островках в Меге. И вот взяла новый вкус, какой-то кофе. Очень мне нравится манговый крем. Кофе растворимый со вкусом мангового. Посмотрим, попробуем завтра утром. Ой, девчоночки мои, сейчас покажу, что я собралась делать, и потом расскажу, что хотела. Денечке решила приготовить вот такой омлетик. Нашла вот такую штучку у себя. Так, пусть еще закрепится. Чуть-чуть ее надо в бок сделать. Вот так вот. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. И накрыть крышечкой. На медленный огонь. Вот такую омлетику у Денечки. Я себе уже яишку там сделала, а ему без ничего омлетик. Он не любит у меня зелень, не любит сосиски. У меня сейчас просто, знаете, ажиотаж. В последнее время меня что-то пробило. Я вот это повыкидывала, все вещи, все вот это вот напрочь. И я еще не остановлюсь на этом, потому что много вещей, которые тоже хочу. Просто все поотдавать, попродать. И, соответственно, я беру себе новое. И вы же знаете, вот прям вот новое, интересное, качественное. И чтобы не было у меня парива в голове. В плане, что же мне надеть? Чтобы я точно знала. Вот это и вот это. У меня больше нету. У меня вот есть два прикольных варианта на зиму. Буду в них гонять всю зиму. Ну, конечно, не два, у меня побольше вариантов. Но, тем не менее, вы поняли суть, да? Основные, там, каких-то два-три. И не ломай себе голову. Поэтому у меня сейчас ажиотаж. Я просто сейчас, не знаю, несколько дней уже обхожу вот так вот торговый центр. Я знаю все цены, всю коллекцию, все, что везде есть. У меня просто голова кругом. Вот. И Таня у меня сейчас, мы вместе работаем. Она сейчас сказала, что у нее... Говорит, я нашла наш старый альбом. Там такие фотки, ты помнишь, начинают мне что-то рассказывать. Я половину не помню. Я говорю, все, тащи ко мне. Будем делать реакцию на наши старые фотографии. Снимем видео. Еще у нее там видео со свадьбы, которое тоже можно будет выложить. Я говорю, блин, я вообще не помню, как я выглядела тогда. Это же вообще... Я говорю, я там была, что ли, на свадьбе? Представляете, насколько я не помню, что я была ли или не была я на свадьбе? Она говорит, ты была дружкой. Я говорю, боже мой. Все, тащи. Так что она сейчас поехала работать. Ну, ногти пилить. Девочка есть, у нее клиентка, а потом она приедет сюда, и мы, наверное, сегодня будем снимать видео. Я вся в предвкушении. Сейчас хочу покушать, потому что я толком ничего не ела сегодня днем. Сейчас Деньки приготовятся, а мы сядем вместе кушать. Короче, ни черта у меня не получилось, потому что слишком... Ну, у меня одно яйцо здесь было, да, и чуть молока еще налила, и оно вот так поднялось, и все, оно внизу начало подгорать. А, ну, как бы, хотя медленный огонь был самый, да, а сверху... Короче, я перемешала все, и оно в итоге, ну, конечно же, это не то, да. А-а-а! Горячая зараза! Зараза! Ну, короче, это же не сердечко, да? Ладно, Денька так съест. Всем доброе утро, мои дорогие! Влог продолжается, у меня в гостях Татьяна. И включаю я камеру просто потому, что Тане уже нужно бежать, она опаздывает, у нее клиентка. И она собрала пакетик для кошаков и собачек. Там колбаска, которую я уже не ем, там еще что-то, да? Что-то колбаску нарезала, еще что? Сыр. Сыр нарезала, колбаску, что еще? По-моему, все. Ну, короче, пакетик такой нехиленький, и как бы его уже пора бы вынести, потому что он как бы завоняется очень быстро, да? Но Танечка сложила все в пакетик и положила этот пакетик неизвестно куда. И сейчас у нас задача номер один квест, найти этот пакетик, куда же Танечка его положила. И мы просто в недоумении, в мусоре нет, на столе нет, в пакетах нет, в рюкзаке нет, в комнатах... В туалете, может, в мусорке. В туалете в мусорке, а там же маленькая мусорка, там даже этот пакет не влезет. В ванной? Таня! Это что? Ой, это пакет. Это Мила утащила. Это... Ты вот видишь? Она что-то сожрала. Сучка, я же говорю, блин, она много съела. Ну, это ты потом узнаешь, если она обливает. И куда же это ты положила, что Мила... На стол, на стол, видимо, я все положила, как надо. Нет, на стол так не надо, блин. Мила, сучка. Ты понимаешь? Хорошо она не спрятала куда-нибудь под кроватью. Я так как бы просыпалась, если она от этого запаха, как будто лево. Ну вот, видите, девочки, а до этого мы минут 15 искали эту колбасу и не могли найти. Ну, кто бы мог подумать, что она будет у меня в спальне. Мы бы по всем дырам искали. И Таня уже говорит, включай камеру, будет квест. Говорит, пусть нам подсказывают. Вы видите, я включила камеру и просто вывели. Вы, того не знаю, привели нас к колбасе. Нет, вы посмотрите на эту довольную харю. Сколько колбасы ты съела, Мила? Я так и почувствовала, что это ты. Села такая здесь и давай облизываться. Я еще Таня только говорит, ты где колбаса? Я говорю, посмотри на Милу. Она облизывается, как будто она только что пожрала вкусно. Сколько колбасы ты съела? Посмотрите, ей даже похрен, она настолько наеденная сейчас. Только не съела все мое. Сычамба. А она и сыр у меня, понимаешь, и колбасу любит. А я ей не даю, потому что нельзя мешать, тем более такие вещи. Но если ты просрешься у меня сегодня где-нибудь на кровати... Дай бог, а на кровати. Я мог, чтобы не проблевалась. Блин, ну да. Это будет хуже. Я теперь буду переживать. Крошки мои, хочу поделиться с вами. Смотрите, девочка прислала мне такие обалденные свечи. Ручной работы. Делает сама. Сейчас плюсы сразу расскажу. Я делала вообще в инстаграм. Отметочку о ней. Но мне так нравится, так красиво, что я хочу и здесь тоже о ней упомянуть. Короче, свечи и ручной работы она делает. Они все... У меня несколько наборов. То есть, вот такой для туалета мне понравился здесь. Короче, они все пахнут медовым ароматом таким. При горении выделяют фитонциды. И, в общем, подавляют вирусы, бактерии в этом воздухе. Да, и, короче, способствуют всему хорошему в воздухе. Промокод 15% со скидкой можно у неё заказать. У неё к Новому году отличные наборы будут, которые можно заказать. Вот это вот, например, в наборчике. Да, вот так вот было. Если у неё ещё заказывать от 3000, у неё будет бесплатная доставка на отправку. В каждой посылочке она ещё кладёт подарочки обязательно какие-то. Вообще, я люблю, когда вот такой подход вообще идёт к работе. И вот девчонка молодец, реально. Я вам рекомендую. Я ссылку оставлю на инстаграм её под видео. Реально, вот кто будет заморачиваться, что на Новый год подарить. Мне кажется, это отличный подарок. Супер. Я была бы очень рада, если бы мне такой набор подарили. Вообще, так что, крутец. Вот, смотрите, девочки, эти наборы. Короче, они были перевязаны ленточками. Здесь всё красиво. То есть, она достойно всё упаковывает. Это будет достойный подарок. Вот так вот открываешь. А здесь набор этих свечей. Смотрите, как красиво. Очень круто. Натуральный воск используется только. Вот. Вот этот набор. Вот ванну, мне кажется, отлично. С ёлочкой такой немного новогодней, кстати. Тоже классно будет. Можно в ванну. Можно куда угодно, короче. Они универсальные такие. Вот в таких упаковках. А вот саше, которые вешать. Сейчас я, кстати, достану. Куда полезно? Сейчас достану, повешу. Куда? Вот такой вот лимон и бергамот. Обалдеть, да? Лимон и бергамот. Обалденный запах. Вот так вот сейчас повешу в туалетик. И будет такой аромат в туалете, например. Ну что, мои крошки, мы собрались, выезжаем. Я сейчас себя чувствую вот так удовлетворительно вообще вот в своем луке. Просто вот как вторая кожа. И вообще наслаждение. И еще я ловлю себя на том, что шапка. Вот, кстати, я давно покупала эту шапку. Покупала ее не помню где. Но подумала о том, что я снимаю вам видео. То есть впереди холода. Я буду постоянно носить шапку. И, по-моему, шапка, ну, лично для меня, это такой прям важный атрибут, который должен быть хорошего качества и выглядеть очень круто. Да? Потому что он всегда будет на виду. Мне кажется, даже обувь не так важна. Но она важна для меня просто, да? А вот в плане для съемки, да? Чисто вот там куртет, там кофточка вот здесь вот, то, что видно. И шапка, да? Должна быть очень хорошего. Очень хорошего и качества, и выглядеть должно хорошо. Потому что это всегда как бы на лице у меня здесь. Очки там, да, если носишь. Вот. Так что я подумала, что надо пройтись по магазинам еще и посмотреть шапки какие. И вот такого плана. То есть вот эта шапка, она очень давно куплена, но я ее обожаю. Она мне так идет, она дополняет любой мой лук, становится прям суперсовременным, мне кажется. Хотя может шапка, ну, крои у этой шапки современные, то есть классика, мне кажется, да? Я не знаю, вот эта надпись. Как бы посмотрим, короче. Позахожу в магазинке еще, не знаю, сегодня или в другой раз. В этом магазине нет тех марок, брендов, которые мне нравятся. В общем, едем. Едем за золотишком. Я там заказик сделала. Заказ уже пришел, и я мчу. Скорее все это мерить. Сейчас заехала быстренько к электрикам. И он мне сказал, чтобы я в Ашане, в Леруа, сказал, купила, господи, сказала, купила, сказал, не сказал, показал. Да, е-мое. Сказала, чтобы я купила антенну Бош, накладную. Вот. Он говорит, я вам поставлю ее. Вот он потыкал, потыкал, как бы. Я так поняла, что просто антенна нужна мощная, не ловит здесь. Так что я как раз еду в Мегу. Там будет Леруа. Так что неужели у меня музыка в машине появится? Я перестану сама себе подпевать. Так, из-за вот этих всех ограничений мы зашли в Старбакс поесть, потому что не кайф спускаться опять на парковку. Тем более мы взяли машинку. Денька, кстати, ест десерт, называется пирожное миллионера. Вот, а я взяла, у них вообще ничего от еды не осталось. Вот это вот более-менее покушать. Конечно, блинчик было бы намного круче съесть, но такое едим. Ну и латте горячее решила взять. Классический на соевом молоке. И хожу со своим сахаром, девочки. У меня хороший сахар. Ну что, мои хорошие, выходим мы уже с торгового центра Мега. Покатались на машинке целый день и пообедали здесь, да. И кое-что я купила в Sunlight всегда, как всегда. Вот, и сейчас едем. Мне надо штаны от костюма забрать в Faberlic. А потом, думаю, поехать в горизонт, полазить там в шапки посмотреть. Купила на островке сейчас пустелушу. Мне что-то так, знаете, после кофе, после того всего, что я ела, мне что-то захотелось чего-то вот кисло-сладкого прям. Сейчас откроем, попробуем. Здесь, короче, с грушей. По-моему, с яблоком. И еще с чем-то. Одной рукой так неудобно открывать. А хочется же все вам показать. Максимально все. Ну давай. Вот, я возьму вот эту. Смотрит на меня прям. Божественная пустела. Короче говоря, мы дома. Слушайте, сережки вот реально крутые такие. Вообще под все подходят. Они у меня прям в обиходе такие. Вот именно такой размер. И именно вот эта граночка, она так прикольно сияет. И под спорт отлично идут. Я бы еще какие-нибудь такие купила. Блин. Хочу вот это вот заколоть. Заколю нафиг, заколю. Все, раздеваемся. На улице холодно. Я замерзла. Денька тепло одет. Я его уже в зимний одеваю. А сама все-таки еще, знаете, выглядываю в окно. И думаю, блин, ну еще не так, наверное, сильно холодно. Не буду прям в это одеваться. Будут на меня как на белую ворону смотреть. В итоге это. Замерзаю я. Да. Ну, шапки хорошо и тепло. А вот именно вот здесь вот, да, как-то вот легкая вот эта вот темка моя. Уже прям надо, наверное, дубл свой одевать. Новый. Или шубу. Как-то да. Хотя, может быть, даже и пальто. У меня же еще пальто есть. У меня серое пальто, бежевое пальто. Пальто можно надеть. Вот. Поэтому сейчас я включу чайник. Сделаю чай. Что-то приготовлю нам с Денькой поесть. И... И-и-и. И пойду монтировать. Смотрите, сериал. Ну, кстати, давайте вот в Фаберлик. Я забрала штаны. Денька. На полу полежать хорошо, да? Вот, они должны прям быть от моего костюма с клюотами, которые я вам давно показывала. Я ничего больше не брала в этот раз. Вот. Каталог новый. Посмотрю уже, что продает. Уже в следующем закажу. Вообще здесь очень крутые новые костюмы девчонки есть. Я очень хотела купить, но подумала, что возьму штаны. Посмотрю на них сначала. 94% хлопка, здесь 3% шерсти, 3% кашемира. Ну, кажется, хорошее, плотненькое. Мне нравятся костюмы. Хочу показать вам, какие здесь есть. Так, вот, смотрите. Вот. Ну, идеально, да. Это оно от одной ткани, одной расцветки. Сделаны штаны. Вот такие. Они не толстые, прям, знаете, чтобы прям в лютую зиму, да? Но они не холодные. Костюм это, да? То есть он такой классный. Очень приятный к телу, да? Вот качество прям трогаешь, очень приятное. И вот у меня кюлоты вот здесь, вот видите? Кофточка. А это я штаники заказала. Ну, чтобы вот захотела кюлоты, захотела штаны. Потому что мне кофта эта безумно нравится. Она такая свободненькая, легенькая. Сейчас костюмчик этот померю, покажу. Так, ну вот, как смотрится костюмчик. Это длина хорошая. У меня как бы здесь, ну, такая не на талии прям, да? Средняя. Средняя посадочка, да. Врючек. Ну, хорошо, она живот не давит. Но зато вот эта вот водолазочка, она такая, видите, низенькая. И она вот очень такая мягенькая, теплая. Вот. Ну, и длина хорошая под кроссовочку. Вот. Ну, классный. По нему видно, что он прям вообще крутой, мягенький. И это, знаете, вот осень. Вот это вот не давит. Осень-весна. Обалденно. Да даже зимой его можно одеть под шубу. Тоже очень хорошо будет. Ворот очень мне нравится. Он мягкий, он не давит вообще. Классно. Вот так вот. Вот попочка. Все, я довольна. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok